Добрый вечер! Кубки и один в чемпионате не состоялись по причине отсутствия элементарных норм для их проведения. Кто виноват и как избежать подобных инцидентов, будем говорить об этом сегодня в студии. Впрочем, к счастью, футбола тоже хватало, поэтому есть о чем поговорить во всех смыслах. А обсуждать все увиденное на этой неделе мы будем вместе с Виктором Ватской, Виктором Леоненко. Добрый вечер, коллеги! Добрый вечер! Добрый вечер! Вечер в Ряде, в том числе, обещает быть томным, так как через некоторое время к нам в студии присоединится наш гость. И мы с вами станем свидетелями исторической встречи. Вот так вот буквально на расстоянии вытянутой руки или ноги напротив тебя появится Артем Милевский. Мы на плюсах уже с ним знакомились. Так это когда было? Ну, сто лет назад. Вот, поэтому историческая встреча сегодня обязательно состоится. Поэтому, уважаемые друзья, нескученный воскресный вечер я вам сегодня гарантирую. Итак, зима, украинский футбол приходит неожиданно. Простите за сарказм. Как итог, два матча в Кубке Украины не были сыграны. Клубы Первой Лиги оказались не готовыми обеспечить необходимые условия. Но сегодня история получила продолжение. Как итог, отменен матч Олимпик-Карпат и матч Премьер Лиги. Что случилось в Сумах и грозит ли Олимпику техническое поражение? Поговорим об этом сразу после небольшого сюжета. Зима в Украине, как всегда, наступает негаданно-нежданно. И так из года в год. В воскресенье в Сумах не состоялся матч Олимпик-Карпаты. После инспекции арбитр Дмитрий Кутаков принял решение о невозможности проведения игры. Поле больше напоминало каток и было травмоопасным для футболистов. Арбитр пришел к выводу, что поле не подготовлено к игре. Оно травмоопасно для игроков. Поэтому я считаю, что он принял единственное правильное решение. Так как не был включен подогрев, поле промерзшее. И местами была корочка льда. И на таком поле могло быть очень много травм. Поэтому единственное правильное решение. В протоколе было кратко написано, что поле представляет опасность для проведения игры. Три четверти покрыто льдом под снегом. Особенно в шафной площадке и по краям. Поэтому оно непригодно для игры. Вся беда в том, что не знаю, по чему не был включен подогрев. Если бы был включен подогрев, за неделю бы. Я думаю, сегодня было поле бы готово даже при такой погоде. Избежать отмены матча можно было только в одном случае. Включить подогрев поля. Но система подогрева должна работать не менее пяти дней. Что обошлось бы Олимпику почти в 400 тысяч гривень. А это уже было неразрешимой проблемой для клуба. Олимпик всю неделю искал, куда можно перенести матч. Но навстречу никто не пошел. Играть на таком промерзшем поле, которое даже сложно сейчас полем назвать, потому что насквозь промерзшие, мы бы не рискнули. Мягко сказать, что все расстроены. Очень обидно из-за того, что мы теряем очки. Не от нас зависящих причин. Я на протяжении всей недели и ребята, и тренерский штаб, и себя. Мы пытались дистанцироваться от этого вопроса для того, чтобы не думать, а будет игра, не будет игра и так далее. А думать непосредственно об игре, об тактике, о функциональном состоянии, о психологии и так далее. И готовиться на игру. Но так получилось, что действительно поле находится не в самом хорошем состоянии. И поэтому, раз рефери принял такое решение, значит оно, наверное, правильно. По регламенту в отмене матча виновна принимающая сторона. И теперь Олимпику грозят санкции. А конкретнее – техническое поражение. Решение должно быть принято на ближайшем заседании КДК ФФУ. Я не знаю, как бы сыграли в один день два матча, но мы сегодня видели поле арены Львов. И диссонанс. А что два матча в одном городе? Ну, Шахтар сегодня играл. Ну, там бы развели, ну, принаймні, був бы какой-то вариант. Ты говоришь, что что-то писали в интернете, так? Ну, так. У нас на связи Владислав Гельзин. Давайте. Президент Олимпика. Владислав, вы нас слышите? Да, добрый вечер, господи. Добрый вечер. Вот мы сейчас смотрели на ситуацию в Сумах. Все все прекрасно понимают. Олимпик борется за зону Еврокубков. Находится в первой шестерке. Есть, так или иначе, хоть формально, хоть неформально, но есть угроза того, что клуб может получить техническое поражение. В том числе в сюжете говорилось о том, что клуб предпринимал всяческие попытки договориться и провести этот матч на других стадионах, в других городах. Коллега Виктор Мацко говорит о том, что якобы предлагался Львов, но не получилось. Не могли бы вам рассказать ситуацию, что именно делал клуб, с кем велись переговоры и почему получили отказы? Клубы, которые находятся не в таком состоянии, как мы, не понимают до конца каких-то трудностей, мы сегодня сталкиваемся каждый день. Наши игры каждый день на выезде. Мы тратим на дорогу до шести часов. Это очень сильно влияет на тренировочный процесс. Нужно после каждой дороги восстанавливаться. Что касается обращения нас в адрес других стадионов, я поясню. Я лично обращался к гвардии Андрея Павелко, чтобы разрешили мать сыграть на стадионе Банникова. Но после реконструкции стадион не ввел еще в эксплуатацию. Мы получили отказ. Я обратился к адрес руководства Динамо Киева, чтобы мы сыграли на стадионе Ладоноска. Мы также получили отказ. Служба наша обратилась в адрес Волыни. Получили отказ. Хотели провести мать на Запорожье. Но там заверил стадион уже зверко, футбольный клуб. Здесь сегодня был матч. Самый ближний был вариант на Метеоре в городе Днепропетровске. Наша служба связалась с директором стадиона, с агрономом. Все нам подошло разрешение. Нам установили сумму 120 тысяч гривен, на которую мы согласились. Но в последний момент, по неизвестным нам причинам, президент стадионного клуба Стальвар Танезарльян отказал нам в этом содействии. Может, мы ближе, не знаю, или Тарпады, с кем мы играем, или Александр Грея, которая за нами гонится. Не знаю по каким-то причинам. Ну и то, что говорит Виктор Вацко о том, что нам предлагала Карпат, это действительно было, но это было поздно уже. Что они предлагали бесплатно, то предлагали за деньги, то потом пополам поделить. В итоге время дошло до того, что уже не хватало времени. Мы по обстоятельствам нужны были вернуться на стадион Сумы. Скажем на то, что службы делали все возможное для проведения матча, этого не хватило. Что касается решения арбитра отменить матч, то считаю абсолютно правильным, потому что поле, уверен, смогло бы нанести многим футболистам обеим команд, так же команды, как и футбольного клуба «Олимпик», как бы и команды Карпатом, много неадекватных и ненужных трав. Поэтому решение, считаю, было принято правильно. Еще хочу добавить, что футбольный клуб «Олимпик» готов к диалогу по поводу интересов в любой другой город, где сейчас есть соответствующие требования стадиона и необходимая структура для жительницей команды. Если мы интересны кому-нибудь в каком-нибудь городе или области, руководству, волейщикам, мы готовы максимально отреагировать на этот диалог. Вот все последствия, которые я хотел бы дать вам. Владислав, скажите, пожалуйста, вот вы перечисляли города, стадионы, а почему получили отказы? Понятно, Банникова еще не введено в эксплуатацию, но Аболонь, Стадион, Динамо... Аболонь закрыт на реконструкцию. Волыня отказала. Ну, отказала, если мы не можем. Ну, по своим причинам. Мы не понравились. Не понравились. А Динамо? Хорошо. Динамо, у них свой график тренировок, у них своя подготовка идет к Шахтеру в следующий матч. Как-то они нам в такой форме... Динамо грают мигу чемпионов за разбешикташем, а Динамо... Да, Илья чемпионов. И так же самая формулировка была, Илья чемпионов. Давно на этом надо проходить. Мы ждали целый день, и на следующий день получили отказ. Ближе к Шахтеру, я говорю, что это был вариант на метеоре. Плюс агроном и директор стадиона подтвердил о том, что матч может состояться, и в поле вполне пригодно еще дальше играть. Ну, я же вам еще раз повторяю, что по единственным причинам думали, принимали решение, приняли за поздно. Потому что не факт, что если включить подигры, он бы спрацювал и выиграл бы поле до недели. Поэтому я абсолютно подтвердюю то, что сейчас сказал президент Олимпика. Только поспевчевать ему могу. В общем, все пошли навстречу, я так понимаю. Нет, тут не в том и справа видно. Хорошо, какое решение, как говорится, по сути, если справедливо, какое решение КДК должно принять? Я думаю, что заберут очки. Просто у меня один вопрос даже к тому же Гельзину. Я понимаю, что... А где проблемы, то, что сейчас бы сыграли? Какие травмы могли быть? Синяки? Синяки, зелени. Ты видел поле, там шипы не входят. А шипы не надо, чтобы входили. Есть сороконожки, вон, тащил судья на поле. Но раньше люди играли, и нормальные ходят, и целые. Тогда иди навстречу и переноси на весну. Если там у нас некоторые молдаване сидят, вместо чиновники, которые называются. Эта история тянется еще с кубковых матчей. Мы сейчас вернемся к этим матчам. И если бы после этих историй... В Манеже можно сыграть. Если бы после этих историй не позволило на этом поле играть Олимпику и Карпатом, то это был бы прецедент неправильный для украинского футбола. Я согласен с Виктором. Владислав, скажите, пожалуйста, вы еще на связи, да? Вы к какому решению готовы? К любому? Я еще хочу добавить, что мы в течение 10 дней обговаривали этот вопрос. И с друзьями, например, Гигиенец, и их служба работала в помощи к нам. Но так же самое тяжело было найти нам стадион. Это работалось не за 2-3 дня, это работалось больше недели. И в этом процессе мы не смогли найти содействие. А Харкев, Владислав Игоревич, вибачь, я перебиваю в Харкеве. Не луна в Харкове, там зараз и сберна грала и так далее. Что касается ответа вопроса по решению КДК, то, конечно, мы будем ждать решения. Но будем подавать все наши аргументы и ждать от него профессионального решения. Еще раз повторяюсь, команда все-таки находится не в доме, не в стенах города. И мы каждый день на выезде. Это тоже факт, который надо учитывать. Спасибо. Спасибо. На этом остановимся. Давай вспомним действительно Кубки, что там происходило на этой неделе. Саша, одна ремарка невелика. Просто я вважаю, что сегодня те, что не сыграли Олимпики Карпати, постраждали, украинский футбол постраждали болевальники, враховывая форму, в которой Олимпик перебывает, и форму, в которую сейчас набирает Карпат. Дуже интересная игра. Я, например, ожидал очень интересную игру, игру, которую хотелось бы смотреть. Не, понимаю, что... Тут надо еще сказать людям спасибо, которые чистили во всех городах. Вот же что-то. И деньги потратили, и вот приехали, и что приехали. Все, график тренировочный сбит. Тем более, как Гельзин говорит, 6 часов добирается туда-обратно. Об этом же никто не думает. Динамо сейчас поехало на поезде, уже аж визжат. Сопли уже можно вытирать. Что Динамо на поезде поехало. Кто визжат? Да везде все расписано. Кто? Да хоть кто. Визди, возьми любой сайт. Начитай. Давайте вернемся к матчу в Полтаве. Мы вернемся. Причем здесь сейчас поезд. Давайте от темы не уходим. Надо просто идти навстречу. Вот и все. Все просто. Форс-мажор, он и в Африке форс-мажор. Команда даже дома своего не имеет. Хорошо, вот смотрите. Какое решение должно КДК принимать? То есть у клуба своего стадиона нет. Клуб переселенец. Играет где может. В итоге стадион никто не дал. Там со Львовом не успели договориться, не хватило времени. Пришлось выйти на поле в Сумах, где мы видели этот лед. И матч не состоялся. Мне, честно говоря, будет обидно. Тут вопрос как раз к федерации футбола. Или к премьер-лигой. Почему они не знают, что у нас пол страны стадиона не готовы? Давайте посмотрим, что было в кубковых матчах. Почему не состоялись игры в Полтаве и в Ахтырке. Такая картинка помогает нам снова окунуться в 90-е. Нынче как-то в диковинку видеть у стадионов дизель-генераторы. Но, увы, такие реалии. Агрегаты обеспечивают дополнительное электропитание для стадионов «Локомотив» в Полтаве и «Нефтяник» в Ахтырке. Этим городам выпало принимать четвертьфиналы Кубка Украины. Болельщиков вся внутренняя кухня не интересует. Им бы посмотреть качественный футбол. Вот и мастили на трибунах пледы. Как оказалось, зря. Зрители, которые заблаговременно пришли на стадион в Полтаве, все же увидели, как прибывают команды. Паулу Фонсека и Игор Дуляй, по ощущениям, кажется, очутились на катке. Но точно не на футбольном поле. Сергей Березко разул элегантные туфли, обул бутсы, которыми и снял пробу газона. Ощущения главный арбитр матча позже отобразил в рапорте. Поле представляло собой единую мерзлую поверхность. Шипы моих бутс после любых усилий не входили в грунт. Создавая удар бутсами, а поверхность поля возникало ощущение удара о бетон. Бралися до уваги, чи входят шипы в грунт, бралися до уваги, как ведет себя мяч на футбольном поле, какой отскок, какое его скользение, или, как правильно сказать, в такую погоду. Так что все оценили арбитры, провели инспекцию. Но, на жаль, поле очень низкое. Травматично для футболистов, еще раз повторю, пластмассовые шипы совсем не входили в газон, так званый. Так что, на жаль, это еще есть. Матч не отбудется. Картина в Ахтырке мало чем отличалась от Полтавской. Динамовцы вышли на осмотр поля и сразу поняли, футболу здесь не бывать. Это подтвердил и вердикт рефери Ярослава Козика. В Ахтырке мы вышли на поле, это лед. Там невозможно было играть, поверьте мне, там был лед. Все знали, что будет такая погода. Почему мы сюда летели, почему Шахтер летел, зная о том, что поля будут не готовы. Леонид Соболев инспектировал домашний газон лично. Хозяин ФК Полтава остался непреклонным. Играть можно. Бывали условия и похуже. Получая за это деньги, они должны играть. Матч должен был состояться. Играет про любой погоду. Ну, я понимаю, что поле должно было подогревом, но теперь условий нет. Рапорты арбитров Березки и Козика разнились разве что языком написания. По содержанию абсолютно идентичны. Козик, правда, в самом конце отметил человеческий фактор. Мол, команда-хозяйка приложила максимум усилий, чтобы матч состоялся. Но сказалось отсутствие подогрева и низкая температура. Поймите, погодные условия, что бы мы ни ложили. В Полтаве пленка была. Но если есть мороз, поле будет по-любому замерзшее. А так как нет подогрева, то у нас в рекламе написано, принимают, регистрируют стадион и поле. Если нет подогрева, зимой будет поле замерзшее. Юрист Александр Волков берет в руки регламент и лишний раз убеждается. Начиная со стадии 1-16-й вступают в силы законы премьер-лиги, где подогрев газона уже обязателен. В положении окупки это указано в первой же статье, пункт 3. На стадии 1-4-й Кубка Украины ответственным за проведение этой стадии соревнований является премьер-лига. Следовательно, вот это положение регламента является применимым. В отчете офицера по безопасности актерского матча Николая Железного есть важная заметка. Оказывается, еще во время традиционного совещания в 10 утра состояние поля вызывало опасения. Но окончательное решение о его готовности отложили. И в Ахтырке, и в Полтаве в то же время утверждают, зима для них наступила как-то неожиданно. Я мог бы понять, если бы сегодня было лето и произошла минусовая температура, это форс-мажор. А когда у нас сегодня в Фактиндиске зима, и минус, ну это нормальное явление, которое нужно было учитывать. Существует такое понятие, как прогноз погоды. Если у вас поле без обогрева, если вы видите, что у вас ночь под минус 15, о чем вы думали вообще? В премьер-лиге заверяют, никаких сигналов из Полтавы и Ахтырки не поступало. Принимающие стороны в срок подтверждали дату, время и, что самое главное, место проведения матчей. Если хозяин должен был предполагать, что футбольное поле может замерзнуть, и оно будет непригодно для проведения игр, тогда нужно было, наверное, подумать о том, что есть альтернативные стадионы. Ни о каких переносах поединков клуба хозяева речи не заводили. Хотя в телефонных беседах за день до игры той же Полтаве советовали задуматься об альтернативах. Странно, почему такие важные переговоры велись в устной форме. Ведь сейчас почти невозможно найти крайних. Были все возможности для переноса матча. В Полтаве находится прекрасный стадион Ворсквы, который был готов принять этот матч, который был полностью подготовлен для этого матча. Это стадион премьер-лиги, который может принимать и принимает матчи. Даже если утром было принято решение, могли принять клуб решение, что поле не готово, можно было провести на этом стадионе. В Полтаве опомнились в день поединка. Осознав, что поле стадиона «Локомотив» арбитр забракует, предложили сопернику сыграть на клубной базе, да еще и на искусственном покрытии. На такую авантюру шахтер не пошел. Звонили мои в шахтер и говорили, давайте сыграем на искусственном. Можно было на искусственном у меня сыграть, можно было здесь, ну, на базе сыграть. Там все позволяет, и раздевалка, вся эта структура. И здесь можно было сыграть. Играют в хуже условиях, чем сегодня созданы. И создано хорошие условия для игры. Правило по искусственному газону очень простое. Если это искусственный газон, он должен быть лицензированный в ФИФА и рекомендованный к эксплуатации в ФИФУ. Хотите проводить? Давайте. Заключение в ФИФА и рекомендацию Федерации футбола Украины. Я не думаю, что есть первое и второе у этого газона. Разбираться в Ахтырской и Полтавской историях теперь будет контрольно-дисциплинарный комитет Федерации. Туда уже передали необходимые документы. С учетом регламента я не вижу другой альтернативы, как защитное техническое поражение. Потому что там черно-белое написано, что если стадион не готов к проведению игры, то это техническое поражение. Для меня все в принципе ясно. Четко прописано в регламенте положение о том, что в случае необеспечения подготовки футбольного поля или необходимых условий для проведения матча чемпионатов по решениям КДК Федерации футбола Украины команде клубу хозяина засчитывается техническое поражение 0-3. Все довольно-таки прагматично. Не обеспечили, будьте добры, пожалуйста, нести ответственность за это. Если же члены КДК примут иное решение, уже сейчас понятно, это повлечет за собой непредвиденные последствия. Если мы будем искать резервные даты, их не существует. Под кубок не было зарезервированных. Вы еще надеетесь, что матч четвертьфинала таки отбудется между Полтавой и Шахтарем? Я на это не надеюсь. Я знаю, что в Ахтерке не состоялся матч. И там не состоялся. Я думаю, что все решат положительно в ту сторону, которую надо. Как бы ни было, на прошедшей неделе создан прецедент, который подталкивает к логичному вопросу, а стоит ли вообще матчи кубка планировать в календаре в столь поздние сроки? В этой ситуации надо разбираться. Просто, опять же, кто виноват. Потому что, понятное дело, легче всего все приложить на плечи Полтавы. Но, опять же, есть организаторы соревнований, они должны были тоже данный момент учитывать. Но я думаю, на будущее это послужит примером того, что все же таки нужно иметь какой-то план «Б». В этой истории открытым остается один вопрос. Кто виноват? Полтава и Ахтырка, которым по регламенту Первой лиги не обязательно иметь поля с подогревом? Или профессиональная футбольная лига? Она ведь этих подогревов и не требует? А может, премьер-лига, которая составляет календарь матчей национального кубка? Да. Главное, не спустить этот вопрос на тормоза и списать все на Божью канцелярию. Кстати, о болельщиках вообще кто-то подумал? Небесная канцелярия. Да, ошибся чуть-чуть. Ну, ничего, бывает. Ну, вот, в принципе, ситуация идентичная сегодняшняя, да, и те, которые были в среду. Другой вопрос, что если мы сейчас разговаривали с президентом Олимпика о том, что, ну, клуб предпринимал, ну, как говорится, оказался в тупике, не знаю, будет ли это, опять же, учитывать КДК или не будет, то клубы первой лиги, ну, по сути, из того, что мы вот слышали, да, таких усилий не предпринимали. Это, конечно, может оказаться для них вот той самой критической ситуации. Тут не клубы должны первой лиги думать, а Федерация и ПФЛ. Мне сдаётся, что... Потому что если они дальше проходят, они по-любому уже вылетают. По-любому. Потому что им негде играть, это раз. Если уже Олимпику не дают, а представь, Ахтырку и Полтаву. Кто там её хочет где-то в Одессе видеть? Мне сдаётся, что на своем уровне, враховывать эти возможности Акинных Е и Полтава, и Ахтырка готовились до матча. Нет, они делали всё, что могли, конечно. Мне Полтаву жалко, нефтяник жалко. Давайте пообщаемся с президентом премьер-лиги Владимиром Гененсоном. Он на связи со студией, я надеюсь. Владимир, добрый вечер. Да, вечер добрый. Ну вот вопросы у нас один за одним возникают. Ну, как обычно, классика жанра, кто виноват и что делать. В данном случае, вот ваша позиция по матчу Олимпик-Карпаты, отличается ли она от позиции той, которую вы высказывали в среду по матчам кубковым, что и нефтянику, и Полтаве должны засчитать технические поражения? Александр, смотрите, на самом деле будет принимать решение КДК. Вы абсолютно правы, вы подняли уже этот вопрос. Если вы спрашиваете мою личную точку зрения, то я могу только одно сказать. Я действительно в течение 10 дней общался со спортивным директором Олимпика. После долгих общений подключился Владислав Гельзин. Мы лично обзванивали клубы. Господину Вацко могу только одно сказать по поводу игры на стадионе Львова-арена. Мы не могли провести две игры в один день, как вы понимаете. По Карпатам действительно, по Украине было предложение, но потом был ответ, что Украина уже законсервирована, и ее не успеют привести в порядок. По остальным стадионам, по Метеору, за двое суток, приблизительно за двое суток до начала игры, у нас было подтверждение, что игра будет на Метеоре. Но после того, как перезвонил президент клуба Олимпик и сказал, что ему там не дают, мы вернулись опять к проведению игры на стадионе в Сумах, потому что другого стадиона уже не было, и действительно никто не хотел принять. Как я вижу эту ситуацию? Мы предложили обоим клубам, которые играли в кубке, снести матчи на другие стадионы, которые принимают и могли принимать, и мы видели, что Ворскова приняла игру, они отказались. Отказался и Нефтяник, и Полтава? Оба клуба отказались. Опять же, у меня нет письменных документов, как вы говорите, что 21 век, письменные документы никто в письменном виде не общался с ними. Это я подтверждаю. Это были устные переговоры. Очень много человек в этих переговорах участвовало. Вы знаете, все это делается на личных контактах. И действительно, Ворскова пошла на встречу и предложила свой стадион. Абсолютно бесплатно. По этому матчу не нашли, куда снести, поэтому приняли решение и попытались провести в сумму. Владимир, я правильно понимаю, что президент ПФЛ Макаров Сергей говорил о том, что для клуба в первой лиге не требуется обогрев в первой лиге, да? Да, но матчи с 1-16 финала Кубка Украины проводятся под эгидой премьер-лиги. И, соответственно, клубы должны обеспечивать в случае плохих погодных условий поле с подогревом. Да, более того, клуб Сахтырки обратился к нам в письменном виде за разъяснением, по какому регламенту проходят соревнования. Мы им официально ответили. Эта переписка существует. И они знали, что должно полностью соответствовать нашему регламенту. У меня есть одно вопрос. Скажите, пожалуйста, в суммах поле отвечает регламенту премьер-лиги? Оно действительно полностью подходит. Единственное, что не включили подогрев. Подогрев включали последний раз 9 лет тому назад. Скажите, пожалуйста, чия проблема, что не включили подогрев? Наверное, что шукать поле, який стадион, если есть стадион с подогревом, который просто нужно включить? Еще раз. Ну, смотрите, в суммах есть стадион, на каком есть подогрев. Почему подогрев не включили, если он там есть, существует технически? Это уже вопрос к тому, кто владеет стадионом в суммах. Або тому, кто должен обеспечить условия для проведения матчей. Абсолютно верно. Хорошо, понятно. Вопрос, что с этим делать в будущем? Какие выводы Премьер-лига должна сделать? Я думаю, мы после того, как закончится уже этот год, примем какое-то решение и внесем все в следующий регламент. Учтем все пожелания всех клубов. Но опять, форс-мажорные ситуации, такие, как случаются с Олимпиком, они будут продолжаться. Потому что этот клуб действительно без дома, который путешествует по всей стране. Кто его приютил, тому огромное спасибо и большой респект и уважение. Получилось то, что получилось. И Владиславу я еще раз могу сказать огромное спасибо, что он, да, этот клуб поддерживает на плаву и ездит по всей стране, и пытается хоть как-то, чтобы футбол был. И вы видите, этот клуб уже на четвертом месте и с претензией на третье даже место. Владимир, Владимир, да, 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 да. Мы с этим согласны. Действительно нет резервных дат для Кубка? Нет. Нет. Соответственно, в связи с тем, что нефтяник, в связи с тем, что Полтава, да, не предпринимали, не нашли заранее резервного, скажем так, варианта с полем, с подогревом, все может прийти к тому, что действительно клубы первой лиги будут, получат техническое поражение, да? Я не могу вам это сказать, потому что принимать решение будет КДК. Если я сейчас скажу опять какое-то свое мнение, скажут, что я навязываю свое мнение КДК. Вы меня слышали три дня тому назад, я еще раз повторюсь. Если с Олимпиком на протяжении 10 дней мы отрабатывали резервный вариант и не нашли его, то с клубами первой лиги мы даже не получили ответ от них, когда мы им предлагали куда-то переехать. Спасибо большое. На связи со студией был президент украинской премьеры лиги Владимир Генинсон. Это не КДК. Это не КДК. Давайте посмотрим все-таки немножко футбола. давайте увидим, как... Реал Барса? Реал Барса, да. Было бы неплохо. Давайте посмотрим матч, который все-таки состоялся в среду. Единственный матч кубковый, который состоялся, это матч Днепр-Ворскла. Здесь с полем, как мы видим, все, был полный порядок. Сторонам точно не пришлось страдать от погодных условий. Ну и что, у нас есть уже на сегодняшний день не один, а два полуфиналиста. Хотя должен был быть... Легитим? Да. Именно. Что по этой игре, Викторович? Отвечалась она от чемпионата? Кубок чувствовался? Накал температуры? Жар в печи? Мені здається, Дніпро був з одного боку ближче до Устаху, враховуючи те, що повелив рахунку футболиста Дніпра. И... Дуже эффектный мяч удалось забить Дніпрям. Але Ворскла могла розраховувати на більше. Так, хочу дивиться хитгору. Я думаю, що буде серія після матча в Кинайк. Повертаем серія після матча в Кинайк. Але Дніпро сві шанс реалізував, а Ворскла не... Ну, вот так был забит мяч в этой игре. 1-0 закончился матч. Этого гола хватило Дніпру для того, чтобы выйти в полуфинал. Вот сейчас можно вопрос задать. Устала Полтава, Ворскла точнее, играя з Динамо? Я не заметил, що вони там все силы оставилися з Дніпром. От того, що вони два матча провели на неделю? Ну, да, що там тяжелий матч з Дніпром. Да, об цьому ніхто вообще, по-моему, рече не знали. А некоторые вспоминают, кстати, Исачко даже вспоминал сам, что у нас была тяжелая игра з Дніпром. Знаєшо, коли пропускают, говорят, що ми пропустили. Коли играють, говорят, ну, я имею в виду, игру, да, от графика отбились. То же самое вот здесь. Сейчас посмотрим, я, честно, получил удовольствие от двух игр. Хорошо. Итак, Баланюк выводит Дніпром в полуфинал. Смотрим, что у нас, как выглядят пары. Ну, собственно, как они выглядят. Абсолютно непонятна судьба матча. Что, какое решение в итоге примет КДК по матчам Полтавы, Шахтеры, Динамо. Самые умные оказались Николаев и Ильичевец. А у них закончился сезон, они могли сыграть на выходных. Они это сделали. По пенальти Николаев прошел у нас. Днепр и Николаев, это уже полуфиналисты Кубка Украины. Ждем КДК решения. Либо это будут переносы. Куда переносить, правда, как сказала Премьер-лига, некуда. Либо это будут технические поражения. Ну, вот так. Движемся дальше, друзья. Одна из главных новостей недели. Комитет УИФА по вопросам стадионов и безопасности рекомендовал исполковому организации разрешить проведение официальных международных матчей на стадионе ОСК «Металист» в городе Харьков. Об этом в социальной сети Facebook сообщил на этой неделе президент федерации Андрей Павелко. Это действительно прорывы, при этом на фоне действительно такого успеха, когда Харьков может открыть свои двери для международных матчей и в город вернется, наконец-то, в большой футбол. Хорошо нам знакома организация ФРЭ, передала в УИФА материалы по итогам матча «Украина-Сербия», где были зафиксированы грубые нарушения. Мы уже говорили об этом в наших предыдущих выпусках, но сейчас стало известно, что именно передано со стороны ФРЭ в УИФА. Сборная Украины снова под угрозой дисциплинарных или финансовых наказаний. У нас снова угроза сыграть матч без зрителей. Этот товарищеский матч мы могли запомнить так. В Харькове сборная Шевченко экспериментальным составом победила сербов. Дважды забили, не пропустили. Финальный аккорд. В матче сборной, то есть харьковский болельщик, он обязан видеть матч такого уровня. Праздничную атмосферу на стадионе испортили вот эти люди. На трибунах фанаты сожгли огромное количество пиротехники. Под носом у тысячи стражей порядка. И было в этом матче содействовано свыше 700 полицейских, которые обеспечивали внешний периметр безопасности. Внутренний периметр закрывают стюарты, которые обслуживали этот матч. Было тоже свыше 400. Поэтому вопрос, как туда проникли фаера, сегодня ведется следственное действие по этому факту. За фаера есть достаточно стандартное покарание. Оно финансового характера. То, что они были, никому не нужно доводить. Так мы будем за это покарать. Но огонь на трибунах – это не самое страшное, что произошло в Харькове. В воскресенье, 27 ноября, FIFA прислала письмо, в котором сообщила, что на основании отчета ФРЭ открыла дисциплинарное дело касательно поведения украинских болельщиков. На 88-й минуте матча группа из 100 болельщиков сборной Украины в секторе 13 и 14 прокричала «Зик Хайль, Рудольф Гез, Гиттер Югенд СС». Такой перформанс сопровождался характерным нацистским приветствием правой рукой. Длительность кричалки – не менее одной минуты. Она была там действительно невеликой группой людей, не нашла какого-то отгук в другой аудитории, которая пребывала в фан-секторе. Она была там нетривальна. Все это мы пытаемся как раз пояснить исключительно с метою какого-то уменьшения санкций, которую может отримать федерация. В отчете ФРЭ есть видеофакты, снятые в Харькове ее представителям. На картинке небольшая группа болельщиков действительно выкрикивает нацистский лозунг. Тот самый, что уже звучал в Луцке. По этому факту Харьковская полиция уже возбудила уголовное дело. На вопрос, кто кричал, зачем и откуда эти молодчики установят следствие. А вот ФФУ в понедельник 5 декабря отправит письмо в Цюрих с изложением своих аргументов, дабы избежать сурового наказания ФИФА. Есть разрушение проведения. Насколько оно эффективно будет расследовано, сподеваюсь, что быстро и эффективно. Когда другие увидят, что это не сходит с рук, то я думаю, что это все-таки будет достаточно непоганой профилактикой. Парни, которые жгли фаеры во время матча, судя по всему, ничего и никого не боятся. Они не только не прячут лица, но и открыто демонстрируют татуировки с фашистскими рунами. А еще эмблему клуба, за который болеют. И это неплохая зацепка для полиции. Фаны были с разных регионов Украины, поэтому сказать точно, кто из них был зачинщиком данного акции, я не могу, у нас этих данных нет. Поэтому еще раз сошлюсь на следственные действия. И как только будет установлена истина, можно будет что-то прокомментировать. Очевидно, что меньше всего в инциденте заинтересованы харьковские фанаты. Ведь любой залет – это очередной бан для стадиона, который давно не балован матчами международного уровня. Там была провокация. Я разговаривал с руководством УВД области. Они сказали, что возбуждено уголовное дело. Но я считаю, что это без внимания оставлять так нельзя. Потому что из-за кучки каких-то подонков может город потерять опять футбол. Как на мою личную, приватную думку, там відверто спланована акция, чтобы зипсувати футбольный свят. Кому это может быть выгодно? Не буду комментировать. Давайте дочекаемся каких-то попередних результатов работы правоохоронных органов. Теперь федерация собирается кардинально изменить подходы к общению с фанатами. Но конкретики в этом вопросе пока нет. Зато есть принципиальная позиция по поводу буклета Форек, где до сих пор числится красно-черный флаг, давно ставший в нашей стране символом патриотизма, а не нацизма. И это должно снять хоть какое-то напряжение между фанатами и национальной ассоциацией. У нас уже иніційована зустріч с керівництвом Форена, мы как национальная ассоциация будем доводить своё бачение и мы вважаем свою правоту в цьому вопросе, что абсолютно он не должен быть заборонен. Ну а пока у нас серьёзные проблемы с проявлением нацизма, которые абсолютно неприемлем в УЕФА и ФИФА, а значит ожидаем новостей из Швейцарии. Вряд ли они будут приятными для команды Шевченко. Коуч, кстати, так искренне благодарил Харьков за поддержку после матча с сербами. Спасибо! Возвращаемся к тому, о чём мы говорили. Собственно, когда неделю назад или две недели назад, что сначала мы преодолеваем трудности, совершаем реально такие поступки, подвиги, возвращая в Харьков большой футбол, ну а затем вот приходит компания людей, которые, если это провокация спланированная, то наверняка можно сказать, она удалась, потому что свои цели они достигли, они попали в рапорт Фаре. И таким образом пострадает кто? Пострадают опять болельщики, и пострадает наша национальная сборная. И будем мы играть, как с Исландией на НСК при пустом стадионе. Вот такая ситуация. Мне кажется, пока не будет создан прецедент по наказанию, можно всё что угодно делать, но эта ситуация никуда не сдвинется, если любой приходящий на стадион понимает, что ответственности ноль. Ну что, давайте тогда взбодримся. Все в предвкушении нашего гостя. У нас сегодня особенный выпуск, можно сказать, нашу коронную празу. Артём, заходи. У нас в гостях студии программы «Великий футбол». Евгений Чепирьёв привёз подарок в Питер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я жда, что ты любим это слово. Будет тебе из Питера подарок. Ну и, к сожалению... У тебя дома такой тоже был. Зачем? Ты любишь называть чайниками? Ну просто у нас их много, понимаешь, в футболе. Ну, пусть они действительно такой. Ладно, спасибо, Артём. Добрый вечер. Мы можем его здесь оставить, вот куда-то сюда, вместо кубка. Чтобы футболисты смотрели и говорили, насколько я прав. Будешь извинительно говорить, все чайники. Не все, многие. Многие. Ну, сейчас же будем смотреть. Обычно все говорить, да? Нет, все нет. Слушайте, а давайте мы, может быть, давайте мы сегодня чайник разыграем, друзья мои. Ну что мы все, футболки и так далее. Это подарок. Подарок? Ну. Так может... А белосиний это динамовский? Может быть. Ты думал, тостно там что-то будет написано. А что динамо кейф? Я никакого отношения к нему не имею. Если сурки... Ты думаешь, что в динамовсе чайники? Все динамовсе чайники. Нет, не все. Кстати, сейчас будем смотреть, увидишь. Я удовольствие получил. Да? Даже Ребров критиковал, а я наоборот получил удовольствие. Да подождите, остановитесь выбрать динамов. Артём, как дела с приездом в Киев? Спасибо, спасибо. Ничего, хорошо, всё. Жив-здоров. Сейчас межсезонье, правильно? И всё-таки город любимый остаётся Киев, да? Ну как без него? Заехал вот на недельку и видел. Правда, не всех. Ещё не всех? Не всех, но... Сколько здесь ещё будете? Вот сегодня, завтра уже планирую. Домой добраться, в Минск. В Минск и там отдыхать. Ну мы как-то смотрели репортаж. Вот, скажем, по-моему, или сестра, или мама рассказывала, что вот Артём уже ближе такой вот к семье, вот хочет семью, уже вот к этому идёт. И вот идёт Артём уже к этому, или пока ещё вот идёт. Нужно посмотреть на эту жизнь. Шаг за шагом идёт, да, потихонечку. Есть возможность наблюдать за украинским футболом? Да, вы знаете, я смотрю вот Динамо Киев, все игры смотрю в Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов. Какой чемпионат? Удовольствие получил хоть от одной игры? Ну... Так кому подарить? Бывали моменты. Кому подарить конкретно? Бывали моменты хорошие. А, ты имеешь в виду, за 90 минут пару моментов, ты вот это имеешь в виду? Ну, к сожалению, да. Много молодых сейчас, Евгеньевич, ну что. Я согласен, так это просто уже Динамо перестроилось. Она всю жизнь нам говорит, что мы должны играть в Лиге Чемпионов, а оказывается, когда надо играть, мы уже не готовы. Понимаешь, вот же в чём дело. Я понимаю, что сложно играть. Сложно, сложно. Только вы сразу же говорите, что вот, у нас будут Динамовцы, да, там, Академия, интернаты, школы, да всё, что хочешь. А у нас, Андрея, то продают, то не продают, то он подписывал, я имею в виду, Юрмоленко, контракт, то нет, понимаешь? И тут оказывается, что Лига Чемпионов настаёт, а мы не готовы. Вот же в чём дело. Ну да, кому дарить? Я могу передарить. Правда, подарки не дарят. Дарят, а не дарят им. На, подпиши. Потом подпишу. Это будет раритетный чайник, если что. Подпишу. Ну, хорошо, ты заговорил за Андрея Ермоленко. Ты всё время жалуешься на то, что тебя в своё время не продали, хотя предложения были. Нет, меня обманывали просто. Не продали это одно, а вот обманывали помимо меня. Тут же сейчас вот уже даже мой друг, который пишет книжку, он мне сказал, ты знаешь, сколько людей без контрактов даже сейчас? Один есть контракт, а второго нет. 35 процентов. Как один есть? Что такое один есть контракт? В клубе просто валяется бумажка. Сейчас. Понимаешь? Ну, сейчас уже мы не удивляемся 8 месяцев, если кто-то не получает зарплату. Это нормально. Что значит без контракта? Ну, вот так вот. Плюшевый контракт. Что такое два контракта? Ты имеешь в виду гривневые и валютные? Нет. Один контракт есть в клубе, а второй нет у футболиста. Вот в чём дело. Это проблема футболиста. Я согласен. Я согласен. Я имею в виду копию. Да хотя бы копию, но там можно же копию без всего. Понимаешь? Без печати. Ты видел? Вот у тебя какой контракт был? Так у тебя уже агенты были. У меня их не было. Или только у меня. Ты сам знаешь, как и тебя дурили, наверное, дурили. Я не знаю. Это что надо у твоих агентов спрашивать, и контракт я не подписывал. Ну, получалось, потому что тебе должен клуб, значит, кто-то кого-то обманул. Согласись. Мы интервью в Миловском Баромче. Нет, у нас просто встреча замечательных людей. Кстати, Артём, а действительно судебное разбирательство предстоит? Предстоит, да. Полтора миллиона долларов? Ну, да, где-то там. Плюс-минус. Не стесняйся, говори громче. Что-то сразу же. Да, уже в прессе всё написали. Ну, написали, ну. Просто человеку, когда веришь на слово, когда в то время чешишь президенту. Президенту, да. Потом тебе просто... Просто посолят на три буквы, грубо говоря. Мягко говоря, и всё. И говорят, что ты просто не получишь этих денег. И всё. А когда ты с человеком тренируешься, то есть живёшь в одной команде, и те человек, не волнуйся, всё выплатят. Всё выплатят, ты на это надеешься, в хороших отношениях. Потом, знаешь, по телефону тебе говорят там... А когда это произошло? Когда этот долг? С какого времени тянется? Ну, вот когда я играл в «Динамо». Вот мне сейчас понадобились эти деньги, допустим. Мне надо там маме что-то там, квартиру мамы попросил или что-то, или сестре машину купить. Мне нужны деньги. Мне просто позвонил, мне сказали. Пошёл бы ты. То есть суд. Теперь суд. Ну да, будет суд. Интересно. Ну что, будем следить, смотреть. А какой вопрос зададим нашим телезрителям? Ну, можно вопрос задать, сколько голов я забил. Сейчас будет Евгений смеяться. А что я буду смеяться? Сколько голов я забил в «Конкорде» в «Румынской» за весной. Сколько голов забил Артём Милевский в «Румынском» в «Конкорде»? Так? Да. В «Конкорде»? Да, в «Конкорде» в «Румынской». Сколько голов забил Артём Милевский? Уважаемые друзья, оставляйте свои варианты ответов на странице великого футбола в Facebook. А подарим всё-таки чайник. С автографами Артёма Милевского и Виктора Леоненко. Договорились? Ну что, к счастью, был на этой неделе и футбол. Артём за кулисами наблюдал наши реалии украинские. Там снег, там шипы не вставляются, там фаеры палят, там свастика. Не пойми что. Давайте всё-таки поговорим и о футболе. Начинаем обзор 17-го тура. Собственно, с матча тоже заснеженного. Но футбол, тем не менее, присутствовал. Это игра «Ворско-Динамо» в Полтаве. Вот он, главный атрибут зимнего футбола. Благодаря ему, а ещё колоссальным усилиям работников стадиона, в Полтаве такие встретились и такие сыграли «Ворско» и «Динамо». На трибуны с трудом, но добрались самые верные болельщики. Здесь абсолютно нормальное поле. Когда шёл снег, его засыпало. Но когда подняли плёнку, это абсолютно нормальное поле. Другое дело, что идёт снег и всё это засыпает. Но, ещё раз, это ни в коем случае не оправдывает нас за тот результат, который мы показали. Хотя сначала Ребров был очень даже доволен результатом. Ещё бы. Его команда вела в счёте 2-0. На четвёртой минуте атаку разогнал «Цыганков». Потом подключились Сидорчук и Марайс. Бразилец вернул мяч украинцу, и тот его отправил в ворота. 1-0. «Ворскла» ответила очень резко и очень опасно. Пустили в прорыв Кабахидзе, который скинул мяч под удар Турсунову. Гостей спас Рудько. А после исполнения углового уже спасла Стойка. Кстати, так пробил Детятьев. А потом арбитр Юрий Вакс назначил пенальти. Якобы за нарушение правил против Гармаша. Хотя секундой ранее мяч уже побывал в воротах. Туда его отправил Ермоленко. Но свисток прозвучал раньше, и рефери, естественно, гол не засчитал. И почему-то показал желтую Чеснокову, которая в эпизоде даже не участвовала. Я не фалил. Я даже, если честно, и не видел, кто там фалил. Поэтому я и возмущался так. И тем более, когда мне еще дают желтую карточку. К точке подошел Андрей Ермоленко. И с пенальти справился 2-0. Первая минута «Динамо» быстрее приспособилась к полю. К сожалению, ошибки в обороне, в опорной зоне провели к взятию в нашем ворот. И на 15-й минуте мы не поняли, что происходит. Уже Гримм 2-0. Но в Урскла команда с характером. Полтавчане не только не посыпались, а наоборот собрались и забили. Очень даже быстро. Рябинок убежал от соперников и сделал длинный навес. Мяч уже поджидал Турсунов. Размашистый удар 1-2. Хороший шанс отличиться был у Рябинка. Но вовремя сместились защитники киевлян. Но дальше больше. Хозяева сравняли счет. Проход по левому флангу «Динамо» Кабахидзе. Сандра чуть сместился в центр и пробил. Рудько пытался спасти, но мяч опустился как раз к набегавшему Рябинку, который очень непонятным, но очень точным ударом отправил мяч в сетку. 2-2. Мы пропустили 2, но могли пропустить и больше. В начале второго тайма Урскла забила гол. Мяч в сетку Рудько отправил Кабахидзе. Но арбитр на линии зафиксировал офсайт. На 70-й минуте просел пенальти Беседин. Юрий Вакс форварду «Динамо» не поверил и наградил того «желтой». Спасти матч мог Сидорчук, но как следует не прицелился, и мяч пролетел очень высоко. За голову схватился даже Ермоленко. Наверное, понимал, добыть победу в этом матче – задача сверхсложная. 2-2. Мы очень довольны, что мы забрали очки, хотя могли и выиграть, и проиграть. В общем, я думаю, что очень интересная игра получилась. Что, мы довольны результатом, конечно. Вы все видели, все происходящее на поле. Сегодня получилась как раз такая, я бы назвал ее, футбольно-хоккейная игра. Урскли довольны результатами тем, что команда будет жить. Так сказал Сачко. Кто бы нас ни хоронил, кто бы ни говорил плохие слова в адрес Ворсклы, есть жизненные моменты, есть ситуация в стране, есть обстоятельства, которые переживали другие команды. Кто-то будет переживать. Сегодня коснулось Ворсклу, но это нормальное явление. И кто бы нас ни хоронил, поверьте, Ворскла не безразлична для руководителей клуба. А капитан «Динамо», кстати, после матча в основном благодарен. Спасибо тем людям, которые составляют календарь. Очень, очень комфортно играть на таком поле. Все, спасибо. Наверное, эта благодарность адресовалась и людям в УЕФА. Ведь 6 декабря «Динамо» играть в Лиге чемпионов в Киеве. И какая тогда будет погода в столице, одному богу известно. 2-2 в итоге. Ворскла в этом сезоне «Динамо» не по зубам. Команда Реброва так и не смогла обыграть команду Сачко. Прогноз погоды неутешительный, если говорить о грядущей ближайшей дате. 6 декабря Лига чемпионов «Динамо» против Бешикташи. На Кипре пусть играют. Ну а что нет? Первый раз, что ли? Я не понимаю вообще, кто там хоронит Полтаву, Ворсклу. Я получил удовольствие. Во-первых, сейчас в голы посмотрим. Я не увидел Барселоны, кстати. Все в одно касание. Олени бегут. «Динамо» и Киев. Красивые голы, посмотри. Надо просто забивать. Реброву просто закончился фарт. Так я же не говорю, если на снегу, у нас же многие говорят, что, знаешь, поле тяжелое. Поле тяжелое, когда мяч не катится. Вот это тяжелое, когда его надо 50 раз пнуть, чтобы на 3 метра он летел. Понимаешь, тут мяч катится. Тут ошибки просто грубые. Артем, ну ты какие-то матчи последние в чемпионате, наверное, пока здесь был, успел посмотреть. Мы знаем, как факт, турнирную таблицу мы еще не смотрели. Отстает «Динамо» уже на 10 очков от «Шахтера». Ты вот в чем видишь вот этот провал, там Виктор называет это ямой функциональной. Игровой. Игровой ямой, окей. Какой угодно ямой, но это кризис, так или иначе. На твой взгляд. Ну, что молодежь? Тяжело, наверное, когда молодые футболисты вливаются в команду. Причем не один, не два. А целая группа, наверное. И, конечно же, в лиге чемпионов видно, что им тяжело в чемпионате. Все-таки в первый только сезон Серебров их начал подтягивать. Те же Рудько, Цыганков, и Беседин, и Ильховский. Ну, футболисты, которые играли за дубль. Понятно, что тяжело, понятно, что надо привыкнуться идти. Ну, а «Шахтер». Нет, так это в лиге. А в чемпионате почему так? Да, значит, то же самое тяжело. Все-таки все команды... Такие же дети. Ну, кроме «Шахтера». Правда, там уже и дети в лиге Европы играют. И обыгрывают. Смотри, все четко, смотри, как все получается. Бегут, ничего не мешает. Смотри, это вообще супер было. Посмотри. Вовремя все отдают. Где ты видишь, что меня здесь таскали? Вот это поле заставило думать быстро о футболистах. И играть в одно касание. Вот потому и смотрелась игра. Когда моменты... Ты же понимаешь, что для нас, как у Киева, когда моменты, это аж целый праздник. Ну, да. Ну, если ты видел уже. Смотри, какой гол. Ничего не мешало. Ни трибуны пустые, ни снег. Ничего. Смотри, какая атака. И все получается. Теперь другие, конечно. Можно наоборот, надо больше снега, на бешевле, чтобы насрело. Просто у нас тренеры привыкли говорить, что потеря концентрация. На самом деле, это грубейшие ошибки. Сейчас голыжешь, вот сейчас покажем все. Особенно я имею в виду «Динамо», когда пропускал. А тут Кабахидзе попал сто раз вне игры, потому что он никогда не играл в нападении. Артем, ну, а на твой взгляд, вот ты говоришь про молодежь, а вообще появление этой молодежи, молодежь появилась в «Динамо» не так, чтобы как на старте заявляли, да, что мы там будем сейчас омолаживать. Ну, да, походу уже. Это, походу, случилось, вдруг поменялось. Вот твой взгляд, почему? То, не знаю, наверное, огромное два, просто задавать или и в ресурсисте. Ну, действительно, походу появилась и Рудько, вот и все они появились. Ну, сразу же не бывает результата какого-то чуда, чтобы сразу, я не знаю. Значит, нет, конечно, когда пачками людей меняешь, тогда и результат у тебя не будет. Я же-то имею в виду. Ну, пошли-то, не забывая, отпустили Лэнса, отпустили Белланда, отпустили Лаговича, да. Это же не наши проблемы, правильно, и не болельщиков, правда? Не болельщиков, проблема абсолютно, абсолютно не болельщиков. Андрей Ярмоненко надо было продавать? Я думаю, что надо было продавать. Много футболистов вот таких, как Андрей Ярмоненко было в «Динамо-Киеве». И продали, но я надеюсь, что его еще продадут. Но если продадут и его, то тогда вообще, наверное, будет очень тяжко «Динамо». Я думаю. Потому что, ну, шахтер же тут... Ну, с другой стороны, и в «Динамо» не идет. Если в сборной играет, то в «Динамо», вот, все говорили, кризис, кризис, и не забивает, и нет того. У него не с кем-то может сыграть, как в «Динамо». Ну, смотри, простая, опять же, правильная контратака. Смотри. И все убежали за одним человеком. Футболистом, да. Ну, это все. Это грубейшая ошибка. Где здесь потеря концентрации? Посмотри. Ну, не смотрит на мяч, смотрит на игрока, не смотрит, я согласен. Вот, видо, и не там не успел, и не там не успел. Получается, один игрок увел двоих. Вот, что значит забегание и простая передача. Уже опасная. Я уже не говорю, что надо попадать. Ну, это элементарное внимание здесь у защитников. Все. Просто головой крутить надо, где кто. Он побежал. Так это говорит об уровне футболиста, понимаешь? Если ты, конечно, путаешься, или ты там думаешь о машинах и квартирах, это совсем другое. Согласись. Да, ну, Евгений, никто не думает. А это грубая ошибка. Во время игры никто не думает о квартирах или машинах. Да я тебе просто пример привожу. Я тебе пример привожу. Они и не должны думать. Смотри. Вот что здесь происходит. Вот пал человек, поскольку. Вот здесь ставь веники, руки, кисти ослабляй. Мяч за ворота улетает угловой и все нормально. Тут получается грубейшая ошибка у Рудько. Смотри, тоже потерялся? Нет. Это просто надо знать. Тут еще у Рябинка не получается удар. Кикс, да. Представишь, вот такие голы. Это говорит о том, что это футболисты слабого уровня. Вот и все. Артем, тебе какой Динамо больше нравилось? Когда ты играл или вот сегодняшняя по стилю? Ну, естественно, скажи, когда я играл. А 86? А 75? Нет, ну подожди, ну при чем ты, твой 6-й там, 99-й? Далеко, чтобы ты пошел. Ну да. Так а кем гордиться-то только им? А чем нравилось больше Динамо, вот когда ты играл? Ну, кроме того, что ты играл. Что, вот за счет чего? Ну, у нас, во-первых, мне нравился уровень чемпионата. Мы в любой город могли поехать, у нас была там реально битва и заруба со всеми, то есть команды. У команды чемпионата было больше квалифицированных игроков. И игры Шахтер Динамо никогда не забуду. Да, проигрывали мы им там, постоянно обыгрывали и в Киеве, постоянно шли очко в очко, то есть было интересно. Были какие-то скандалы всегда, какие-то моменты удаления эмоций. Если взять Евроарену, тоже, в принципе, опять же с Шахтером играли в кубке в ЮФА в полуфинале. То есть мы, да, они как бы заходили всегда, на базе смотрели игры, болели против Шахтера, там прибегали с тренировки, когда шли очко в очко, ну что там кто-то отнимет, нет, забивали. Хороший чемпионат был, да? Ну, интересно, я это вспоминаю. Мне вот этим нравится. Металлист Днепр был. Конечно, Днепр еще, конечно. А в Харькове вообще было тяжело. И такие были футболисты, Соса, Хавьер, Тайсон, металлисты. Очень было тяжело с этой командой. Не говоря уже о Шахтерном, вспомните, Фернандиню, где сейчас Вильяна, где сейчас Адриано и так далее. Виктор. Что ты заслушался Артема Миленского? Слово не провалил. Хорошие часы. Ну, если вот Лигу чемпионов, да? Ну, что по матчу? Понравился Виктору Леоненко, кстати. Отличный матч, молодцы полтавчане и Динамо. И Динамо, и Полтаву отмечаем. Правильно? Тут надо отмечать грубые ошибки, а не то, что там потеря очков. У нас же сразу же, как вот Динамо, почему плохо? Потому что потеряли очки. Сразу же посчитали отрыв Шахтера. Что ты ругаешь и ругаешь. Да я ругаю, когда они так играют бездарно. А когда вот хорошо играют, как их можно ругать? Хотя Ребров-то как раз ругает. Я же говорю, некоторые просто ведутся на результат. Да, потеря очков, но игра-то была хорошая. Артем, ты обижался на Виктора Леонента? Конечно, он же падал многое. Потом перестал падать, молодец. Он же, я помню, ты же просто у него с языка не сходил одно время. Потому что он считался ведущим. Ты вспомнил, кто в халате ходил на собране. Ну, хорошо, я всем уже все доказал, понимаешь? А надо доказывать, когда ты показываешь, что ты там фотографии видишь, что у него много было. Здесь сигареты, в очках. Когда ты показываешь... Давай мы про те, кто падает поговорим. Давайте. А в видео поднимемся. Мне интересная думка Артема. Артем, он обижался реально? Это давняя история. Ну, он чайник. Хотался не читать, не читать, не читать. Сейчас распишемся, сейчас распишемся. Ответим уже все, что было. А я причем, у него карьера... Был пенальти? Сейчас, конечно... Был. Был. Похоже на то, что было. Потому что мы же не показывались. Похоже на то, что было. Можете дать нам этот момент сейчас? Тут надо Беседина отметить, что вовремя упал. Вот это правильно. А тут... Как на подачу сыграл. Да? Вообще здорово. Вот забей Беседин. Тут я же говорю, у Сереги Реброва закончился фарт. Вот так же можно было плохо играть. Вот забей Беседин. Да, ладно, не дай пенальти на Беседине. Забей Сидорчук. Согласись. Сапогом Сидорчук. С 3-2. Не знаю, сапогом или чем там, ботинками. Виктор, а ты только про Беседина решил? Не, я просто задал их, кто падает. Я думаю, задал их. Не, ну падать надо уметь красиво. Артем падал-то где? В центре поля. Он атаки только срывал. Я же объяснял, почему он падал. А ты штрафной только за штрафной зарабатывал. Так это хорошо, когда рядом со штрафной. А когда в центре ты падаешь, понимаешь, это срыв атаки. Вот для меня самый показатель. Когда нас давят, 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 давят. А это уже ваши проблемы, если вас давят. Вы должны давить. Защитники передохнули. И пошли дальше играть. А, атака вторым темпом. Ты посмотри, как Киев сейчас играет вторым темпом. Как Олене заставить играть вторым темпом? Вот это вот. Мы смотрим. Был пенальти, Лене был. Ну, с девятого этажа не видно, конечно. Ну, подставляется красиво. Нет, все правильно здесь делали. Похоже, знаешь, на какой момент? Как падал Андрей Ермольенко в матче против Сербии. Украина-Сербия, да? Ну, там-то он рисовал, а здесь-то именно... А здесь нет? ...кердута задел, задел. Ну, вот с этого ракурса пошло. Просто он, видимо, подумал, судья ВАКС, что подскажет, скорее всего. Ну, можно было так сбить лишь. Можно было давать, в принципе, легко. Конечно. Артем, был пенальти? Да, был здесь. Красиво. Ну, так, естественно, все было. Давайте к матчам Лиги Чемпионов. Если вот, ну, Лигу Чемпионов хотя бы, вот ты у нас в гостях сегодня, вернемся к Лиге Чемпионов, Динамо. Мы-то здесь все осень здесь. На таблице его напугают сейчас. Смотрим на эти матчи. Вот, какая из игр вообще хоть одна понравилась в Лиге Чемпионов, Динамо? Ну, понятно, что там особо похвастаться нечем, но тем не менее. Если бы еще Ермоленко забил, еще бы и выиграл. Да, хорошая игра была, второй тайм. Когда вот перестают бояться, вот, просто вот, или надо им пропустить гол, или вот, вот, что-то торкнет, вот, надо вот играть, играть. И вот они начинают играть, и хорошо получается. Они играют чуть, когда гармош играет, высокий прессинг чуть начинается, начинают там разбирать. Не садятся вот этого в оборону. Сразу получается что-то интересное. Мы показывали статистику, что команда бежит. То есть физически она готова, да, но со всем остальным большая катастрофа. Там, и с точностью передач, и с острыми передачами, и с фланговыми, и так далее. То есть физически бегут, как говорит Виктор Леоненко, олени. А что вот, что это, несыгранность, что это вот, что это? Ну, ты же с ребятами общаешься, наверняка. Ну, что они говорят, по большому счету. Может быть, не хватает, иначе молодежи там мастерства не знают. А что ты думаешь про Рауле Рианчо? Вот он подог Динамо или нет? Все говорят, что два года выиграли. Два года ты, наверное, сам даже не глядя, понял, почему два года Динамо выиграл. Ты уже половину ответил, что не стало Металлиста, не стало той же Одессы, не забывай, не стало Днепра. И плюс Динамо играло все игры практически дома. Вот первый год, когда они выиграли. Понимаешь? Ну, как... Рауле хвалили. Ребята хвалили хоть и. Хвалили, потому что какие-то он умел найти слова. Какие-то тонкости какие-то футбольные даже подсказывали. В одевалке вот заходил он просто первого тайма. Ну, он действительно был такой в авторитете на тренерской скамейке. В авторитете, но Виктор Леоненко предполагал, что чуть ли не он руководит командой. Ну, когда второй тренер бегает и пихает всем, ты извини, ну, тут уже легко понять, понимаешь? Ну, ты где-то видел, чтобы вместо фонсеки бегал вот другой помощник? Или сначала на трибуне бегал, а сейчас я сразу же спустился потом и начал рассказывать, что кому, причем футболистов чуть ли не кроссовки. Ахочередий, посмотри, что делал. Вообще даже не здоровался, когда уходил с поля. С одним и со вторым. Тут же еще вот просто Артем не заметил, что Беланда ушел. Почему? Потому что человек сначала сыграл, давай у него спросим, вот ты забил два гола или три, а следующий не играешь. Как ты себя будешь чувствовать? Ты не будешь думать, что тренер какой-то странный. А если ты еще хочешь стать бомбардером? Конечно, конечно. А представь теперь, так ему можно объяснить, потому что он вроде как наш, хоть и белорус. Ну, я имею в виду, он понимает, понимаешь? Нашего же можно напугать. Как-то вроде наш Артем за сборную Украины выступал. Я имею в виду, родился же в Белоруссии. А ты где родился? Я в Тюмени, Сибиря. А ты тогда какой? Я тоже за сборную играл. Нет, я имею в виду, наш в плане того, что не иностранец. Понимаешь? Потому что тут иностранец приезжает, и за него платят большие деньги. Он в статусе звезды. Плюс еще почти все играют в сборных. Ну все же кто? Ну плюс-минус там, да. Да все. Чего, какой плюс-минус? Драгович давай, Мбакани в сборной, Лэнс в сборной, Беланда в сборной. Кого еще забыл? Видите, ты у нас по фамилиям, по всем. Теодорчика забыл. Теодорчик в сборной. Теодорчик вообще, ну тут надо задуматься тренером, что-то, видимо, не то. Люди уезжают и забивают. Тут, видишь, Кравец уже у нас один из лучших в сборной. Можно много говорить, есть у нас нападающие или нет. Ну Кравца, он сколько там сидел? Лет 10? 7? Ну ты же с ним играл. У него не было шансов в конкуренции за Артемом. Не, ну сколько он был в Динамо. Сейчас ушел в Гранаде. Тут возвратили, возвратили. Тут почему Гусев не играет? Вот ты можешь ответить? Ты с ним играл? Серьез, Станислава, снимай-то маску. Мне, да, очень приятно. Понимаешь, ты больше вопросов? Конечно, не Олег Гусев. Не знаю, почему он не играет. Это для меня загадка и честно. Ну а ты говоришь, молодых много. Так вот, пожалуйста, Гусев может час отбегать, может 70 минут. Мы даже и не знаем. Да, и выходи, пожалуйста, молодой. Мы не знаем, сколько он может час отбегать. Мы не видим Гусева. Так, конечно, Огромова ты видишь, пришел. Или Гладкий, кто там еще. Корзун вот пришел. Мы их тоже ж не видим. Маневец сыграл, раз пропал. Или как вот вышел первый раз Цыганков в Лиге Чемпионов. Ну хорошо, что еще забил сразу же. Ну да, повезло. Забил мяч. Потом, правда, куда-то пропал. Потом опять куда-то пропал. Поговорили мы, поговорили и остановились. Ну что, двинемся дальше. Давайте смотреть другие матчи 17-го тура. У нас на очереди Заря-Днепр. И вот, как говорится, все стало с ног на голову. Теперь, как говорится, Днепр стал нефартовый для Зари. И даже такой Днепр со всеми его проблемами, которые с ним случились за последнее время, тем не менее, именно Днепр одержал победу в 17-м туре. Юрий Вернидуб и сам не понимает, что происходит с его командой. Четвертый тур Заря без побед. А матч с Днепром вообще умудрилась проиграть. Это, я думаю, поражение полностью на моей вине, как тренера. Где-то я не смог достучаться. В Запорожье снижило, а местами и заметало. Может быть, поэтому Заря так плохо играла. Или наоборот, хорошо двигался Днепр. Два разных тайма. Первый тайм проходил под нашу диктовку. Мы контролировали ход игры и не давали ничего создавать у своих ворот. Свои мячи в первом тайме Днепр забил так. Лучкевич незамысловато отдал на Кочергина, а форвард также просто. Одним касанием принял мяч, а другим попал в угол. Через некоторое время днепряне повторили комбинацию. Быстро ворвались через центр. Кочергин отдал на Лунева, а после отскока завершил атаку Лучкевич. 2-0. Вернидуб убрал с поля ярмаша, но это не очень-то и помогло. Проблемы Зари не исчезли. И Болонюку чуточку не повезло. Мяч попал в стойку. Так как мы играли первый тайм, это полная катастрофа. Должны были не 2-0 проигрывать, а мяча 4 первый тайм. После перерыва Заря резко прибавила. И первый момент у Караваева. Но ударить как следует не получилось. Мимо. Игроки Зари стали более агрессивны в атаке. Они стали на кровати оба мяча. И пришло после наших потерь недалеко от своих ворот. Когда мы были неорганизованы в обороне и пропустили первый мяч. Зато, как всегда, точный пас получился у Любеновича на безбородько. И тот сократил счет в матче. Ну а потом был слаломный проход Лепартии по флангу, прострел в штрафную и удар в падении Любеновича. Лунин на мяч среагировал, но на добивание проворнее всех оказался неугомонный Караваев. 2-2. Все началось с Кочергина, все на нем и закончилось. Форвард вообще заслужил отдельной похвалы. Ведь кроме того, что забил победный мяч, 20-летний парень отпраздновал первый дубль в премьер-лиге. А значит, все в Днепре счастливы. Галеодор, команда, ну и тренер. Мы очень довольны, счастливы, что закончилось все так. Хорошая реакция на два пропущенных мяча. Команда не сбавила обороты, старалась играть в тот футбол, который мы, в принципе, и хотим видеть. И забила красивый третий мяч. 3-2. Днепр оформил 10-ю юбилейную победу на поле Зари. Как-никак, достижение. Ну вот такой Днепр, несмотря на то, что говорят, что-то опять грядет. Опять грядут санкции, опять грядет снятие очков. Тем не менее, команда играет в тонусе, обыгрывает Зарю Еврокубкову. Что с Зарей? Сыпется, сыпется, сыпется. Тут больше, знаешь, усталость. Не усталость, они готовы играть еще и в Еврокубках на два фронта. Не готовы играть? Нет. Ну раз проигрывают. Хотя второй тайм, я здесь Дима Михаленко правильно сыграл, сказал. Первый тайм Днепр полностью переигрывал, а второй тайм, видимо, Верниду покричал немного в раздевалочке. Они просто забей, еще и могли выиграть. А то, что пропустили от Днепра третий гол, ну там Харатин просто сделал грубо ошибку. А могли они тоже выиграть? Ну, составы на сегодняшний день несопоставимы, да, Зарей Днепр, с точки зрения опыта и всего остального. Ну хорошо, что же, хорошие же моменты есть. И снег лежит, и опять хорошие же моменты есть в футболе. Я с чего говорю? В касании. Не надо верить там тем, что тяжелое поле. Здесь надо просто останавливать и попадать. Просто в футбольная карма повертается. Когда Днепр был в порядке, Заря постоянно его обигрывала. Сейчас все стало наоборот. Днепра проблема, но два матча, и двое, и он обиграет Зарю. Нет, ну, Заря давно уже, я же тебе говорю, вот эти моменты, они столько флангов, фланговых передач делают, а они не доходят адресатору. Тут, смотри, вот это еще раз повторяет тоже Лучкевич, то, что я говорю, что около нападающего должен близко быть полузащитник. Тут вот, пожалуйста, ну, тут за счет скорости, посмотрите, где Лучкевич, и где он закрывает атаку. Ну, вот, смотри. Не выключился, да? Ну, так вот, а у нас что делают? Останавливаются и стоят, смотрят, что сделает нападающий или там атакующий игрок. Там, то не в нас. Тут еще вырвал, смотри. Там же тоже в нас. Лучкевич молодец, відновился после травмы, дуже здорово виглядает, и навіть несподівано, для меня несподівано, что после тяжелой травмы, он сразу такие игры дает. Не потребен час ему, чтобы тянуть, чтобы найти вот этот игровой тонус. Ворсля забыл, здорово, тут забыл, здорово. И забивает так клубом. Ну, потому что еще и отец работает. Если там дальше идет не выполнение условий контракта у футболистов в Дніпре, я, честно говоря, удивлюсь, если Лучкевич начнет весну в Дніпре. Я очень удивлюсь. А, то что он остается? Так. А у тебя есть информация? У меня нет информации, я просто удивлюсь, потому что молодой футболист, который играет на таком уровне, он действительно демонстрирует хороший уровень футбола. Футболист с скоростью, что не хватает некоторым командам, не только в Украине. Что, где-то, почти всем. Тому, таки прогноз. Что у нас быстрый? Тайсон Шахтери, Караваев, Петряк. И все. А? Тиганков с Динамо, нет? Ну, я бы не сказал, что он быстрый. А то, ты знаешь, как? Что значит, мяч в ногу попал? Да, да. Ты знаешь, нормальные моменты не забивают, а то Сарихарати. Ну, вот как? Вроде все правильно. Куда прыгают? Это называется, или нет навыков, он же центрального защитника здесь играет. Обычно, что он играет опорно. Смотри, все правильно. Только бросился. Артем, смотришь на такой Днепр, думаешь, такое впечатление, что ничего в худшую сторону не изменилось. Смотрю, тут Днепр, да, интересно. Тут Михаленко надо сказать спасибо, что не бросили играть. Со всеми проблемами Днепра, естественно, это, конечно, картинка, то, что вижу сейчас. Очень даже неплохо и интересно. Во-первых, кадровые проблемы тоже были. Там целая группа футболистов. Я считаю, вот Рафаэля Форстера, я считаю, одним из сильнейших центральных защитников украинского чемпионата. Он не играл, поэтому, конечно, там не от хорошего життя перестановки и не от хорошего життя незигранности. И это объективный фактор. Когда выпадает целая группа проведенных футболистов, тяжело стабильность в команде помогать. Если ты о карточках, то это не наша проблема. Не забывай, если они глупые и дурные получают карточки, это вопросы как раз к ним и профессионализму. Выиграл Днепр три очки, наша проблема? Непр, Лазаря, наша проблема? Мы постоянно говорим, что там тот не участвовал, тот не участвовал. Травмы это одно. А когда карточки там, знаешь, глупые, а мы их видим просто много. Я уже не говорю о красных. Понимаешь? Тут уже не играл один, второй, третий. Если травмированы... Если целая группа проведенных футболистов, основных футболистов выпадает, навіть в Барселоне важко будет. Согласен. А давайте посмотрим Черноморец-Волынь. А давайте перелеснем сразу же. Давайте мы очень коротко посмотрим этот матч. Ну, при всем командам... А он и получится коротким, Саш. Командам, да. Ну, честное слово. Ну, сейчас Артем скажет, как хорошо, что я в Тосне. Потому что мы хоть там на втором месте идем. Давайте увидим эту игру в Одессе. В Одессе как будто и нет зимы. У Снега вы точно не найдете, в отличие от тех городов, где проходили матчи 17-го тура. Вот только это обстоятельство, ну, никак не отразилось на качестве игры Черноморца и Волыни. На двоих они выдали аж три момента за весь матч. Первый был у гостей. Многоопытный Диденко мог помочь Мемешеву огорчить свою бывшую команду. Но выручил моряков Боровик. Он чуть изменил полет мяча и заставил его встретиться со штандой. Хозяева ответили хорошей атакой. После паса Каркишка прицельно пробивал Андреевский. Но и Кичак был на чеку и отстоял свои ворота. В первом тайме арбитр этого поединка Екатерина Монзуль проявила строгость, раздав четыре желтых карточки. Такая принципиальность не очень понравилась Виталию Кварцяному. Плюс первый тайм, прекрасная часть человечества начала чудить чуть-чуть. Понимаете? Пока я сказал, мадам, ну не надо же вам этого делать. У нас хватает мужского пола. И она перестала. То в втором тайме, значит, и женщины больше совесть проявляют. Она стала гармонично судить и Одесса, и нам. Что вылилось в такую нормальную оценку. Последний и единственный голевой момент матча возник почти сразу после перерыва. Черноморец снова попробовал разыграть ту же карту, что и в первом тайме. Теперь кросс исполнял Данченко, а замыкал Калитвинцев. Кичак справился и с этим ударом и заслужил похвалу от обоих тренеров. Такая получилась достаточно интенсивная боевая игра, но я расстроен, ребята расстроены. Все-таки могли реализовать хотя бы один момент, не могу сказать, что их было много, но очень хорошо сыграл вратарь соперника и не дал нам возможность праздновать победу. Было бы два-три явных момента, которые прекрасно сыграл Кичак. Сегодня сконцентровался, я ему сказал, Артем, давай, ты сыграй не эпизодично, прекрасно, надейно, как ты играешь, показывая игру после травмы. Я говорю, а покажи всю игру на протяжении целого матча, какой ты хороший вратарь можешь быть и был бы для украинского футбола, если бы завжди игра в ответственную и забранную. Вот он сегодня и показал, что он может быть на протяжении долгого периода, я имею в виду, 92-95 минут с серьезным вратарем, который допомогла нам сегодня не програти. 0-0. Трудно ожидать другого результата, когда по воротам практически не бьют. Артем, ну вот смотрел я на тебя, соскучился ты, да, по квартянам? По этому голосу, да, конечно. Такого? Веселый дядя. Таких не хватает, да? Ну вот смотрим чемпионат, ты сейчас обзор смотришь чемпионата. Ну что, ты считаешь, ты бы, что, не показал бы здесь себя? Да я не хочу в таких командах показывать, как вот я вот смотрю. Не, ну а... Кроме своего родного клуба, я не хочу нигде больше играть. Ни в каком не хочешь? Нет, конечно. То есть, если бы играл в Украине, то только в Динамо. Да, да. Хорошо, но как в Тосно складывается? Да ничего, складывается у нас, получается, все хорошая команда, задачи ставят серьезный выход в Премьер-лигу на следующий сезон, поэтому мы готовимся, сейчас у нас все так, очень даже хорошо. С финансовой стороны, в плане, сколько у нас сейчас очков, по людям, у нас комплектованная команда, тренер у нас молодой, хороший, поэтому у нас как-то все хорошо складывается, очень хороший коллектив, так что я думаю, что у нас все получится. А если бы в Динамо сейчас позвали? Прямо сейчас, что ли? Да. Но сейчас не позовут, не будем говорить. Из-за судебной тяжбы? Особенно с того, что вы получали программу, прям зараз на полу, в основной склад. Да, мы реалистами. То есть нет вариантов, да? Ну, нет, я думаю. Но если бы позвали бы? Ну, если бы, ну, не хочу отвечать на допрос, если бы. Я понял. Хорошо, движемся дальше, и далее по курсу у нас матч, который сегодня великолепно, как, впрочем, и всегда комментировал Виктор Вацко. Матч Зирки и Александрия, понимая, что может быть в связи с последними погодными условиями, последними ситуациями, что может светить Зирки. Матч состоялся в Запорожье. Собственно, там газон справляется со всей этой нагрузкой. Ну, Виктор, тебе слово, так сказать. Так, газон справляется с нагрузкой, футболисты не справляются. Ну, в Полтаве же справились, футболисты Динамо. Матч стандартов был. Все голевые ситуации возникали после стандартов, и мячи забывали после стандартов. В середине первого тайма Шендрик открыв рахунок, подавал кутовый. Гитченко выиграл борьбу за мяч, непевненно зіграл на выходе голки Парша Зирки, ну, и Шендрик там добив. 1-0 Александрия повела, отдали инициативу. Зирка старалась нагнітати, старалась атаковать, но на этом поле, враховуючи индивидуальну майстерність футболистов, было очень много футбола. У нас очень много... Ну, опять маты надо было стрелить борцовские. Ну, очень много браку в передачах, очень много таких необязковых помилок. А это 93-я хвилина, и вот, после розяра Шепутового, опять те же самые ошибки. Зирка выиграла. Причем не только у Александрия, а у всех. Опять все побежали к Новаку. Смотри, просто стоял. Все ждали на подачу, бачишь. Какая разница? Ну, есть нападающие те же. Что там делать в этой штрафной? Да, просто создать толпу, пробку, так называемую. Попалочек просто. Бацулла здорово дуже пробил. Так редко попадает. Ну, вот так, ничья в Запорожье. Дерби, скажем так, которое сегодня состоит. Дерби Кировоградщины, так? Кировоградщины или Кропивничины? Дерби Кировоградщины область не переименовала. В яком играла у Запорожье зірка Скропивницкого против Олександрии из Олександрии. Доброе, что не Дерби Манчестера. Так интереснейше было бы. Хорошо, Артем. Ну, за Динамо следишь. А за Шахтером, за извечным соперником, когда играл за Динамо, удается следить, смотреть? Ну, смотрю обзоры, как они в Лиге Европы играют. Смена тренера, шел Луческу в Зенит. Новый тренер. Степлина там, говорят, какая-то уникальная существует. Да? Да, это мне так уже... В Зенитичу Шахтере. В Шахтере, Шахтере. В Шахтере, да. Какая-то... Все на завтрак вместе ходят, по-моему, все на обед. Да, так что... Какие-то изменения же есть по-любому. Ну и... Тоже... Тоже есть футболисты. Что, в Динамо по-другому было? Ну, мы не ходили вместе на завтраки, чтобы потом с завтрака все друг друга ждали, вместе уходили. А, ну это да. У меня такие тонкости у каждого. У каждого свои правила. В сборной тоже сейчас другие правила при Андрея Шевченко. Поют ты, Миша? Ну, поют и поют. В ресторане, когда поют, а потом бумажка не пилят. А что говорит Амир Челуческу? Вот возглавил Зенит. Что пишут? Что команда очень хорошо играет при нем. Что хвалит его, хвалит. в Питере его. И действительно считает, что очень хорошим, качественным специалистом. И отмечает то, что он сделал очень правильный ход, вернув Киржакова в команду. При этом он получил очень большое уважение болельщиков у города Петербурга. Потому что, естественно, Киржаков, как у них, там очень считается, как символ футбольный. И поэтому он как бы сразу сдружился с болельщиками. И при том, при всем, у него интересная команда. Вот я даже сходил на садион, смотрел, то есть... Я читал, в Суде души... Ну, в Суде его везде душат. Его везде душили судьи. Что вы говорите? Это Мирси. Давайте посмотрим на матч, который в 17-м туре проводил Шахтер, проводил во Львове против Стали. Чем там все закончилось, увидим прямо сейчас. И сголодался слегка Якоб Гал. В том числе и по победам. Два последних матча ноль очков. Сложно было на что-то рассчитывать и сегодня. Ведь в соперниках Шахтер. Горняки играли последний домашний матч в 2016-м. И с трибунами арены Львов хотели проститься красиво. Сегодня для нас была важная игра. На этом делали акцент тренера. Потому что это был, наверное, шанс оторваться еще от Динамо. И поэтому сегодня, я думаю, сыграли очень сконцентрированно. Хозяева с первых минут подолгу комбинировали и эпизодически прорывались к воротам соперника. Потому Бернард решил пробить издали. А первый удар в створ Эдуарда нанес только на 22-й минуте. Старались выполнить тренер-осыновку, сыграть надежно в обороне. И на контратаках ставить свой шанс. Не получилось. Горняки почти не нервничали. Понимали, моменты обязательно придут. И к исходу первого получаса так и случилось. Марлос смело пошел в обыгрыш и наразился на ногу Карасюка. Случилось это в штрафной. Смысла спорить не было. Пенальти очевидный. Сам пострадавший и забил с пенальти. Исполнение Паненкой 1-0. Первый тайм Шахтер выиграл сухую. Как только я пришел в команду, сразу провел разговор с игроками. Сказал, главное, что должно быть в нашей игре, это надежность в обороне. Как видите, моя просьба работает и до сегодняшнего дня. Я этому очень рад. Во втором тайме Шахтер наращивал обороты. Но Сталь не спешила раскрываться. А потому моменты в основном возникали после стандартов. Кучер пробивал головой не точно. Активно работал вышедший Борячук. Отдал на сырну, открылся и получив передачу пробил. Мимо. Все на свои места расставил Тайсон. Ему удался блестящий удар с угла штрафной. Прямо под дальнюю штангу. Панькев был бессилен. 2-0. Я очень рад, что сегодня забил. И свой гол хочу посвятить другу, который погиб в самолете ШПКОНС. Я надеюсь, его семье все будет хорошо. Я посвящаю свой гол этим ребятам. На последней минуте матча Сталь пыталась хоть как-то зацепиться за результат. После передачи с углового Эдгар Малакян после контакта с Тайсоном упал в штрафной. Арбитр Юрий Грессио ничего грешного в эпизоде не увидел, в отличие от коуча Стали. Ударил по ноге это пенальти. Это против правил. Это пенальти. Я просил не для того, чтобы поставить, что у нас там были какие-то шансы или это повлияло бы на результат. Нет, просто для себя хотел знать. 2-0. Шестая подряд победа Даничан. Больше всех забивают, меньше всех пропускают. Но главное для команды Фонсеки не это, а солидный отрыв. 10 очков запаса перед Динамо. И это накануне украинского Эль-Классика. Ну что по этой игре скажете, господа, как впечатление тут вообще матч в одни ворота по сути. Так вот я и не понял Фонсек не пропускают. Тут команда проигрывает. Они же готовы где играть? В Лиге Европы? Сталь. А они все окопались своей штрафной. А как они будут забивать? Так что это здесь не Фонсеки даже и работа. Понимаешь? Стали сегодня не заметил. Ну хотя пенальти могли дать, конечно. Скажи свое бачение голевым моментом это задоволен колькость голевых моментов, которые выникали. Так потому я же тебе говорю у Фонсека и Луческа это совсем разное. Здесь в основном держание, а моментов нет. Но тут можно еще скидку сделать на том, что уже вели 1-0 и команда окопалась. Они, по-моему, процентов на 70 сегодня играли просто не спеша забили мяч. Нет, но все равно Шахтер нравится чем? Шри на спокойных оборотах. Качеством игры и моментов. А моментов, вот если бы не придумали вот этот глупый, тут зачем его там бить-то, шлагбаумы ставить? И тут моментов-то и не было, а это на всякий случай уже полчаса как прошло. Ну да. Тут правильно вот сколько говоришь? Тут же качество... Когда ты в квадрат играешь, это одно, а когда преимущество, это у твоего количества моментов опасных, понимаешь? Ну смотри, забивает гол команда, да? Да, и начинает. Создать острые моменты не позволяет Сталин. Сама контролирует мяч. Ну, то есть это... Я согласен, я же говорю, здесь надо игры просто, знаешь, анализировать в плане том, что сейчас летят вбрату. Я бы хотел, чтобы Артем прокомментировал гол Марвел. Да, красиво получилось. Да? У тебя же тоже так получалось. Да, вопросов нет вообще. В Свейцарии именно так же было? Супер. Именно так. Ну, нет то, что вот Шахтери отмечу, да, с тех времен, с которых я еще играл против. Вот у них всегда качественные иностранцы. И все время они играют где впереди. И с ними всегда было тяжело, очень тяжело играть с бразильцами, когда они начинают крутить, вертеть, и голова кругом идет. И вот это у них на протяжении, вот даже на сегодняшний день, то, что они их вместе объединяют, соединяют. Марлос пришел, Тайсон, кто-то еще. Это же работа клуба, правильно? Работа клуба, Исмаили, и вот они вот уже который год, вот они вместе, а Бернард еще. И вот у них все равно как бы получается. Но кто Динамо мешает? Динамо другая, наверное, политику. По-другому они хотят играть. А она есть вообще? Я вот отмечу, что другая политика, она какая-то должна быть. Нет моментов, это не политика. Здесь вот надо было просто останавливать, но так как Борючев молодой, так тут еще и Исмаилий мог и отдать, и пропустить. Скажи мне, я к факунду пожелаю, вот мне факунду не выстачает зараз на весь, ну серьезно, вот такие, такие, какие можно, наши слова, втыкнуты там. Я тебе больше скажу, вот чем отличается Сарна от от Караваева, Петрика, ну многих, давай так скажем. Знаешь чем? Фланговых ты имеешься. Да, фланговых игроков. Вот им надо по 15-20 передач сделать фланговых, а ему 2-3. Правильно. Потому факунда, я тебе просто сейчас отвечу на твой вопрос. 7 голов забил и все в одно касание. Ты представляешь, откуда он не был? Я не про то. Факунда завжди есть момент, Эдуарда вышел, Варячук вышел, нема момента. Эдуарда человек, который должен выходить на замену. Варя Кевтушенко, я все сказал. У Факунда завжди был момент. Вот тебе и пытание. Нет, подожди. Здесь я уверен, что моментов бы не было, потому что тут реально надо отметить Сталь. Нет, ну как бы ты уверен. Подожди, мы Факунду не видели, поэтому от того, что ты уверен, это ничего не значит. Я сейчас объясню, в чем дело. Я же всегда объясняю, когда что-то говорю. Во-первых, Сталь хорошо оборонялась. Потому моментов ни у Факунды, ни у кого, ни у Месси не было бы. Потому что реально команда хорошо оборонялась. А тут еще вопрос. Бавария-Мюнхен нормальная команда? Конечно, нормальная. У нас там Бавария завжди доминует в немецком футболе. И против нее завжди команды защищаются великими силами глибоко. Сталинград. И в Баварии завжди повинен быть форвард высокий. Форвард-таранный, для того, чтобы такие вот срена сбоку влочи ему в голову. А он головой выиграл. А что у тебя, Факунда высокий? Ну, 187 мало? Ну, 187, я так думаю, что тут необязательно надо быть высоким. Тут надо самое главное еще уметь толкаться. Ну, Шахтер не играет же так, что как Бавария туда грузит эти передачи. Конечно. Я маю на увазе, что когда команда захищается, закрывается великими силами, дуже часто Факунда в таких ситуациях выручал. Дарьо подает, Исмаиле подает с флангу, голову влучает и от той головы влетает, куда потребно. Вот и в людини семь забитых мячей. Здесь больше? Да нет. Ну, ты сейчас, конечно, сразу же убежал. Я тебе говорю, семь забитых мячей в одно касание, это говорит о том, что парень забивает с 5-6 метров, а иногда и с метра. Вот же в чем дело. Это говорит про то, что у него эти моменты есть. Да, Виктор, я рад, что моменты есть. моменты были, а сегодня моментов не было. Чтобы более вам было понятно, у нас кто сейчас Адриана? В Милане. Кто он? Вы читали, наверное? Ну, самый худший игрок, на всякий случай. так отыздывован нет, он ты делал, так отдай сейчас Факунда, то же самое будет. Как там, Урна, или как они там называли? Просто, мы же говорим, ты же смотри, с кем играет, кому забивает, какие голы, откуда? Мы же говорим про то, что людина, ну, повинно быть... А Урну это не я написал, я прочитал просто. В Виталии, там назвали его там, претендентом названия найгирший легионер Року. Мы говорим про то, что есть команда, окременно взятая команда. Там Милан, это Милан, это проблема Милана, там есть Бака, я не знаю, кто там есть. А Факунда, до речи, сейчас в этом Шахтаре. Вот что, тебе денег дал, или что? Это как бьется. Я же. Я тебе объясняю, если будет серьезная команда, у Факунды моментов может уже не возникать. Тебе такое ощущение, что деньги враги Факунды. Нет. Ты все время в каждой программе говоришь. Для меня нападающий, это человек, который может решить сам вопрос без церкви. У нас бакантинная компания, у нас все гроши, гроши, то ему дало, то ему дало. Нет, так это нормально. Они же получают большие гроши, должны показывать и радовать болельщиков, а не меня и оператора. Понимаешь? Есть же фанаты, ездят, и он смотрит, посмотри, сколько на Одессу пришло. Там по снегу мы смотрим качественный футбол и хорошие голы, а в Одессе все вроде тепло и зеленое поле. И что мы увидели за 90 минут? Что эти люди делали? Давайте в том числе отметим поле и на арене Львов. Это на фоне всех обзоров в 17-м туре. Это как будто бы другая планета. Потому что люди работают. Те, кто отвечают за поле, огромный респект. Как будто бы с Испанией, знаешь, трансляция. Только на трибуны не хочется смотреть, потому что маловато людей. Ну да, людей нет. Смотрим на все результаты 17-го тура. Итак, один матч не состоялся, его судьбу решит Кадыка, это Олимпик Карпаты. В субботу Уорска и Динамо сыграли ничью 2-2. Черноморец и Валы вообще без голов. И Заря уступила Днепру 2-3. Сегодня Шахтер обыграл Сталь, а Зирка и Александре разошлись миром в так называемом дерби, как мы окрестили этот матч. На 10 очков увеличился отрыв Шахтера от Динамо. Заря на третьей позиции, 31 очко. Несколько улучшил свое состояние, ну не благо состояние, к сожалению, Днепр. 10-й, 11-й. Артем, наверное, да, странно такое видит. Сейчас на третьей таблицы, я вообще не понимаю, что такое видит. Александрия, Олимпик в пятерке, Днепр 10-й. Вот, вот, welcome to чемпионат Украины. Следующий тур у нас растянется сразу на 4 дня. Это заключительный тур в 2016 году, 18-й по счету. В пятницу Днепр сыграет с Олимпиком. В субботу состоится еще один матч, это Волынь-Ворск, в воскресенье Карпаты против Зирки. Александрия, Черноморец, Сталь, Заря. И закончится и календарный год для чемпионата Украины, и, собственно, как сезон внутренний матчем Динамо-Шахтер в понедельник 12-го декабря. Какие предчувствия, Артем? Видел Динамо, видел Шахтер? Ну, Шахтер, что Шахтер, 10 очков имеет, конечно, в принципе, даже проиграть, в принципе, будет, ну, останется 7, я думаю, что будет спокойно себя играть, и, надеюсь, народ придет, поддержит Киев. Сейчас, но без шагов посмотрим. Если Шахтер выиграет, гонка закончена, 13 очков, это финито? Я думаю, да, потому что 10 очков. Хотя у нас было, я помню, и 8 перед зимним перерывом с Валерием Георгиевичем. Так получилось 8 очков, и мы 8 проиграли, еще и проиграли, плюс 4, по-моему, плюс 5. В общем, ничего. Одно не отметили, надо показать еще, какие матчи могут не состояться. Там все нормально, я свернул на ЦВУ. Подожди, а как Сталь? Сталь, там есть разве подождение? Нет, на Метеоре есть. На Днепре есть, на Днепре есть. На Олимпийском есть, поэтому будем надеяться, что... Три игры уже точно есть. Артем, ну, кроме всего прочего, мы знаем, что ты неплохо тут время проводишь и с точки зрения там какой-то активного образа жизни. Что это было за, скажем, событие, когда вы встретились? Друзья, футболисты? Ну, это вообще интересная была идея. Когда находился в Хорватии, занимался индивидуально с тренером, он меня позвал свой зал в Хорватии, то есть, показал все, что он там сделал. Очень понравилось мне, и мы с моим менеджером Александром Панковым, как-то сидя так спокойным хорватским вечером, он как бы сказал, почему бы нам не сделать такого же плана. Это было очень, ну, давненько уже, и вот, было такое событие, он потратил, я знаю, что много сил на это, очень, очень старался это сделать, я знаю, как он переживал за это, но в итоге он сделал все качественно, очень интересно, очень рад за него, что у него появился такой зал, это действительно для молодых футболистов, для всех, очень хорошая вещь. Давайте посмотрим, о чем мы говорим, о чем мы говорим, чтобы наши телезрители тоже поняли, о чем мы говорим. Белая рубашка, черный галстук и голливудская улыбка. Артем Милевский прибыл на праздник при полном параде и в компании Бирюнетки. День все-таки важный и ответственный, открытие спортзала. На самом деле, идея очень крутая, очень, потому что я знаю, что в Европе это очень развито, у нас на самом деле, у нас только при клубах, допустим, это будет Шахтер, Шахтер, Динамо и так далее, команды топ уровня, у них есть эти люди, которые восстанавливают, которые помогают набрать форму и так далее. На самом деле, события неординарные. Вдумайтесь, футбольный менеджер открыл спортзал для футболистов. Тренажеры протестированы лично. Цель – большой футбол. За два с половиной месяца 16 килограмм, все-таки в каком-то определенном этапе я запустил себя, поэтому сейчас нужно нагонять и, возможно, может, еще и поиграть в футбол, может, где-то в первую, второй лиге посмотрим. Все началось традиционно, с перерезания ленты. Эту миссию доверили, конечно же, VIP-гостю из ближнего зарубежья, то есть Милевскому. Миссия важная, посему для начала инструктаж. Левой рукой держишь правой раз и вот так второй раз и кусочек оставляешь у себя. Не хочешь открываться. Вот ты шел. Всем привет! Зал для футболистов это совместная идея Панкова и Милевского. У Артема тут имиджевая роль. На сегодняшний день я скажу, что у нас уже около 40 футболистов, которые уже готовы проходить здесь предсезонку перед сборами. С распростертыми объятиями ждут в зале и Александра Алиева. Тот, кстати, не против подкачаться. Будет время свободное, конечно, будет. Фишка вечера турнир по теннисболу среди участников приглашенные гости, которые дружат с мячом. Система лоев, игра до 10 очков. Из звезды в основном прибыла Динамо, хотя приглашали Горняков. К сожалению, ребята там с Шахтера не смогли приехать. Было бы интереснее посмотреть даже тут же там Ярмоленко, Степаненко или там Селин, Шевчук или еще. Вышли на площадку и экс-футболисты. Егор Лгачев, чья профессия нынче барбер, особое внимание обращал не столько на технику игроков, сколько на внешность. Хотя в этом образе есть и один минус. Длинная борода добавляет возраста. На велосипеде ехал и услышал так вслед девочка сказала, дед поехал. На открытие прибыли и официальные лица. Президент премьер-лиги Владимир Генненсон, хотя тут он был в другой роли. Я тут просто как друг, не как гость, не как VIP-гость, не как президент, а просто друг, который знает очень много лет этих ребят. На память от этой встречи у Генненсона осталось пару селфи со звездами. Вот селфи, которое вы спрашивали. Также она будет в Facebook. Впечатления остались двоякие. Милевский в форме и готов попылить еще годик-другой. Но в полуфинале Динамовское настоящее победило Динамовское прошлое. У меня всего лишь 31, у меня с техникой всегда было все в порядке. Ну а победителем турнира стал Андрей Ермоленко. В финале он обыграл одноклубника Сергея Рыбалку. Проведливо в игре Ермоленко? Я думаю, да. Все-таки он такой выбрал тактику интересную. Ярку принимал в касание и бил головой. Я ему сказал, что лучше бы он в игре забивал побольше головой. Ну а где и чем закончился праздник, лучше спросите у Милевского. Так и где и как закончился праздник? В ресторан в сейфе посидели с ребятами. поужинали и они на следующий уезжали рано, потому что у них выезд Полтава был, как я узнал потом на поезде. Так может поэтому ничего сыграть? Не знаю, может быть, но ничего не было криминального. А как отношения с Александром Алиевым? Все хорошо, общаемся. Он тут не сходит с полос скандальной хроники. Да, сейчас Саша немножко тяжело, но я думаю, что у каждого человека, не только у спортсмена, у каждого человека есть такие проблемы в жизни, ему надо немножко переждать, и я всегда рядом, я всегда на связи, и он это знает. нормально, мы отлично общаемся. Что-то, помню, раньше было, что-то говорили, что вы там перестали общаться. Нет, все хорошо, общаемся в любой момент. Ну что, вот такая у нас сегодня получилась программа, уважаемые друзья. Я считаю, что пора перейти к основному. Подписывай чайник. Эй, чайник. Подписывай чайник. У меня масштабная подпись. Ну конечно, ты же-то какой был у нас? Самовар, трогал, самовар? чайник. Артем, ну что, я считаю, этот чайник дорогого стоит теперь. Автографы Виктора Леоненко и Артема Милевского. Как звучал вопрос? Холодинамо напишет. Сколько я забил голов в румынской Конкорде? Вот, и правильно этот ответ нам прислал Миша Пикни. А сколько? Шесть. Шесть. Именно Миша Пикни прислал нам правильный ответ. Шесть голов. И вот такой раритет. Теперь из него просто совесть не позволяет пить чай. Надо вот просто ставить сербан. Это крутой чайник на самом деле. Я из Питера волок. Да ладно? Да. Серьезно? В Киеве нет чайника? В Киеве нет чайника. В Киеве нет чайника. В Киеве нет чайника. В Киеве нет чайника. Увидим 18-й заключительный тур, но без одного матча. Самого главного Динамо Шектер, который состоится 12 декабря. Поэтому будет о чем поговорить. Артем, огромное спасибо. Вам спасибо за приглашение. Приезжай еще к нам. Видишь, у нас не страшно, хорошо и даже... Спасибо за приглашение. С удовольствием. Виктор Воско, Виктор Леоненко и я, Александр Денисов. Уважаемые друзья, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин